26 января на арене физкультурно-оздоровительного комплекса Десна команда Динамо Росэнергатом встречала своего смоленского соперника. Квантум Сатис переехали в неполном составе, но с должным настроем на игру. Матч прошел по-соседски, спортивно и дружелюбно. Десногорская команда была своим амплуа. Активная техничная игра и доминирование до окончания встречи. Как итог, 74-63 в пользу хозяев. Нашей команде, наверное, не хватило собранности. Не хватило нам еще четырех человек, которые не смогли поехать. Основные игроки нашей команды. Ну и в конце немножко подрасслабились, устали. Воскресная же игра была не так однозначна. И, как оказалось, стоила масса сюрпризов. Все мы знаем, что гладиаторы это сильные и выносливые бойцы, которые устраивают зрелище на потеху публики. И вот сегодня команда Десногорска принимает команду из Вязьмы под названием «Гладиаторы». Действительно ли они настолько сильны? Об этом мы узнаем совсем скоро. Первая половина матча прошла в хорошем спортивном темпе. Десногорские ребята показали должный настрой и уверенно вели большую часть игры. Но вся интрига была впереди. Казалось, что победа уже в кармане у хозяев. Но череда фолов и напор гладиаторов смогли изменить ход встречи. Нервное напряжение сказывалось как на игроках, так и на судьях. Жесткие столкновения обеих команд приводят к череде фолов. Противостояние с мнением судей на повышенных тонах слышны как со стороны спортсменов, так и со стороны зрителей. Как результат, Даниэль Кобедин в Весногорск получил два технических фола и покинул игру. Концовка матча не выявляет победителя. Счет 81-81. Игра переходит в овертайм. Здесь гладиаторы нанесли последний удар. Итог встречи в пользу команды из Вязьмы. 93-89. Игра оказалась очень сложной. Даже в овертайм выявили. Ребята наши, конечно, стараются. Но вот видите, как-то не хватает концентрации до конца. Поэтому очень тяжелая игра получилась. Не могу не отметить сегодня, с моей субъективной точки зрения, достаточно превзятое судейство. Ну и вследствие этого тяжелейшая игра с овертаймом, с большим количеством фоллов. Я считаю, немного ее превратили в слишком жесткую. Можно гадать, что определило победителя в данной игре. Но результат зафиксирован. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok